Здравствуйте! В эфире «Глянце» полезный тележурнал «Страна советов» и с вами я, Анастасия Клепнёва. А вот что вы видите сегодня в нашей программе. Перемены в образе. Меняем свой имидж, что даже близкие не узнают. Рубрика «Большая перемена». Ужин с дымком. Готовим оригинальное блюдо из телятины. Рецепт от шеф-повара. Осваиваем новое искусство. Рисуем на воде. И отправимся в путешествие на родину Хохломы. Всё это и многое другое смотрите прямо сейчас в «Стране советов». Сейчас как никогда хочется перемен в своем образе. Наши стилисты творят настоящие чудеса. За несколько часов они превратили Нижегородку в куклу. Рубрика «Большая перемена» в «Стране советов». Сегодня наша героиня – молодая девушка. Алена решилась на большие перемены своей внешности после зимы, когда заметила, что с ее волосами и лицом далеко не все в порядке. Весна, время перемена, собираюсь в отпуск. Поэтому решила поменяться. Хочется чего-то нового, интересного, того, что не было. Превратить Нижегородку в «Принцессу» решилась команда профессиональных мастеров. За несколько часов они изменят ее внешний вид до неузнаваемости. Начнем перевоплощение с рук. Я могу порекомендовать парафинотерапию. Это очень замечательный уход для рук, особенно зимой, после зимы, когда руки сухие. Очень хорошо увлажняет кожу, держится до нескольких дней, эффект виден сразу. Далее за дело берется косметолог. После зимы с кожей лица у многих нижегородцев не все в порядке. Ему нужен хороший уход. Исправить ситуацию взялась Анастасия Журова. Мы сейчас, Аленушке, сделали процедуру. Называется дермопил. Это легкий пилинг праздничный, который выравнивает кожу, обновляет кожу. Как раз что нам нужно после зимы. Далее наша героиня отправляется на окрашивание. Ирина Колина подобрала цвет, причем не один, а целых три. В своей работе мастер использует только проверенную и профессиональную краску. После окрашивания волосы становятся блестящими, а цвет сохранится надолго. Во время окрашивания волосы не портятся, да, наоборот, приобретают здоровый блеск. И все это вместе с стойкими результатами. Разработки немецких и японских производителей дают о себе знать именно результатам окрашивания. После долгой зимы стилисты рекомендуют немного поработать над своими волосами. Делать маски и использовать кондиционеры. А чтобы волосы не секлись, использовать масло для ежедневного применения. За дело берется стилист Валентина Морозова. За несколько минут она мастерски изменит нашу героиню. А Алена увидит себя лишь в самом конце. В моде все натуральное. Очень-очень мы туда стремимся. Поэтому все естественные формы, мягкие волны, сильные пудри, абсолютно гладкие волосы. Все это сейчас в моде. Чем естественнее выглядит эта девушка, тем лучше. И последний штрих – макияж. Нашу героиню научат, как правильно делать его в домашних условиях. Я как кукла. Здорово, но крайне непривычно. Честно, я не знаю, как я буду к себе привыкать. К новой. Ну что, хотела перемен, получила. Лето самое время отправиться в путешествие. И не обязательно за границу. Ведь у нас здесь, в Нижегородской области, есть интересные места. Кстати, недавно появился новый экскурсионный маршрут Нижний Новгород. Канатная дорога, Кировская трасса, Семенов. Новое туристическое место изучала Елена Демидова. Экскурсионный маршрут в Семенов начинается с достопримечательностей Нижнего Новгорода, канатной дороги. Это небольшое приключение в начале пути должно задать тон всей поездки. Далее двигаться придется уже наземным транспортом. 60 километров и вы в столице Золотой Хохломы. Бросить багаж можно в гостиницах. Цена за сутки от 1000 рублей. Яркий цвет рисую красным. Без меня не дать огня. Всем любующимся ясно. Чуда нету без меня. Черный, зеленый, желтый и красный – основные цвета Хохломы. Хохломская роспись и матрешки – главный народный художественный промысел Семеновского края. Каждый день более ста художниц наводят красоту на деревянных заготовках. Татьяна Барышева пишет Холому больше 20 лет. Но даже за столько времени известные узоры ей не надоели. Мы уж привыкшие к этому всему. Когда мы идем и вот смотрим, девчонки там пишут что-то. Очень здорово пишут. Стоишь просто любуешься и сразу настроение улучшается. И замечательно, я считаю. Должна быть красота в жизни. Это очень вдохновляет и жить становится легче. В этот туристический маршрут обязательно входят мастер-классы по хохломской росписи. Как правильно держать кисточку и выводить узор могут показать любому желающему. В музее золотой хохломы считают, что получиться может даже с первого раза. Главное – внимательно слушать инструктора. Все остальное получается у каждого. Потому что не нужно уметь рисовать, не нужно иметь какие-то дополнительные навыки. Здесь нужно просто обо всем забыть и показать свою душу. С первого раза получилось не у всех. Даже ученики набивают руку примерно в течение четырех лет. Я сейчас пытаюсь научиться разрисовать матрешку. Получается, честно говоря, ужасно. Получается с трудом, но это очень интересно. На самом деле, я думаю, что если бы тренироваться побольше, то, может быть, даже я смогла бы нарисовать ровный цветочек. После того, как сам подержишь в руках кисти с краской, на готовую продукцию начинаешь смотреть по-другому. Но некоторые экспонаты продолжают удивлять вне зависимости от того, сколько раз смотрел на хохломо. Каждый день или несколько минут. Например, огромная ложка с плошкой или невероятных размеров детский стульчик. Этот стульчик высотой почти 3 метра был выполнен на 6-й Всероссийский фестиваль народно-художественных промыслов «Золотая хохлома». Стульчик очень интересный тем, что сделан он по традиционной технологии, так, как делают все маленькие детские стулья. Все-таки это большая достаточная композиция. Сюда его вносили 4 больших работника и собирали здесь его почти целый день. Это изделие символ знаменитого фестиваля «Золотая хохлома». В этом году фестиваль, у которого проводится в 10-й раз, присваивается статус международного. Через 10 дней на центральной площади Семенова появится новый символ – сказочный сундук с сюрпризом внутри. Высотой он больше метра, длиной около двух, а весит больше 100 килограммов. Удивительно, что это дело рук одного мастера, но были и сложности. Ну, допустим, вот эта изготовленная крышка, гнутоклееная. Были некоторые сложности при изготовлении. Крышка ломалась пополам. Пришлось переделать технологию заново. Новый маршрут обкатку еще не прошел. Последние штрихи обещают нанести до фестиваля. 15 июня в Семенове открывается уникальный музей народного быта. Но эта деревянная постройка музей мало чем напоминает. Рубленный дом, деревянный двор и даже колодец. Именно так жил зажиточный крестьянин 19 века. Сейчас в городе мастеров отдыхают гости из Японии. Эти туристы – коллеги нижегородских художников. Они уже приобрели сувениры, которых еще не видели жители Востока. Кстати, цена изделия от 50 рублей и выше. Я чувствую, для меня мир стал намного шире, потому что я занимаюсь традиционными техниками маки и я немного ограничена этими техниками, потому что должна им следовать. Но теперь я увидела, как работают другие мастера, прикоснулась к другой культуре. Теперь буду смотреть на все вещи по-другому. Как говорят власти, этот маршрут они проложили с той целью, чтобы все знали, где родина Хохломе. Семеновской росписи матрешка едут даже на Олимпиаду в Сочи. По статистике, россияне очень редко экспериментируют в приготовлении еды. Всего лишь 5% населения раз в неделю готовит новые блюда. К примеру, немцы в 4 раза чаще экспериментируют в своем рационе. А вот наш шеф-повар каждый раз готовит что-нибудь вкусненькое. Что же он приготовил на этот раз? Сейчас узнаем. Мы уже во всеоружии готовы. У меня даже в руках холодное оружие. Что будем сегодня готовить на ужин? Сегодня мы приготовим стейк из телятина под названием Аля Рус. С подмолочно-кофейным соусом, с жареной гречневой лапшой и под ольховым дымом. Звучит аппетитно. Давай поступать. Берем кусок телятины и вырезаем из него самое вкусное. Зачищаем, убираем лишние прожилки. Расскажи, как выбрать хорошее мясо? Мясо лучше брать у проверенных людей. Кого ты постоянно заказываешь, знаешь, что тебе привезут свежее, охлажденное мясо. Мясо должно быть охлажденное обязательно, потому что после заморозки оно теряет свой вкус. Ну а по цвету оно как? И по цвету оно должно быть бледно-розовое. Это наш будет стейк. Сейчас нам нужно будет его обжарить. Опасно в домашних условиях такое делать. Да, все нормально, если есть вычешка. Сейчас мясу нужно будет дойти до прожарки медиум. Пока оно доходит, мы сделаем соус. Ой, какой аромат! Для соуса нам потребуется соус демигляс. Он приготовлен на основе кости. Варится около суток. Вина, овощей. Вот. Что-то добавляй. Сколько? Ну, буквально столовую ложку. Туда же наливаем сливок. 35%. Добавляем в соус 2 столовые ложки портвейна, ложку меда, чашку кофе-экспрессо, морскую соль и даем выпариться. Соус у нас готов. Наливаем его в тарелку. Разрезаем стейк. Разрезаем стейк. Вот получилась такая прожарка. Немножко недоготовленная, чтобы мясо было мягкое. Лапшу слегка отваривают. Слегка в соленой воде с добавлением растительного масла. То есть она уже готовая, да? Да. Затем ее обжаривают в небольшом количестве масла. Это у нас будет гармон. Но это еще не все. То есть сейчас самое интересное будет происходить – ольховый дым. Да. Сейчас мы накрываем колпаком. Берем смокинг-гам. Добавляем немножко ольхи. У меня здесь можжевелую ягоду сушеную. Тимьян. Ну что, телятина а-ля рус у нас готова. Рус, наверное, потому что она побывала, эта телятина, в бане. В бане побывала. Ну что, готова? Ой, слушайте, запах какой. Пробовать пойдем? Пойдем. Для приготовления телятины а-ля рус нам потребуется кусок телятины, мед, соус демигляс, тимьян, розмарин, кофе-экспрессо, ольха, гречневая лапша, сливки, вино или портвейн, оливковое масло, а также соль и перец по вкусу. На вид прям аппетитно. Сейчас попробуем, насколько это все вкусно еще. Как-то бы к нему подобраться. Мясо получилось очень сочным, а когда дома я готовлю что-то подобное, у меня почему-то все сухое получается. Здесь очень вкусно. А запах какой. Древесины. А я напомню, что вы смотрите полезный глянцевый тележурнал «Страна советов». Ну а мы продолжаем. А на очереди у нас мастер-класс от Катерины Пескуновой. Чем же ты сегодня нас удивишь? Сегодня у нас необычный мастер-класс. Я расскажу вам об одном очень древнем виде искусства, который в наше время не так популярен, как, например, вязание или вышивание крестиком. Эбру. Так называется то, о чем я вам расскажу сегодня. Что же это такое? На самом деле это роспись по воде. Возникшая еще в 11 веке в Турции, это искусство сохранилось до наших дней в неизменном виде. Особенность Эбру в том, что получившееся на воде изображение можно перенести практически на любую поверхность. Да и сам рисунок получается уникальным, и повторить его невозможно. Ну что ж, начнем наш мастер-класс со знакомства с материалами. Материалы для Эбру уникальны. Они производятся исключительно из растительных безопасных компонентов. Прежде всего, это сама вода. Она становится густой при помощи вот этого белого порошка, экстракта растения гавен, который растет только в Турции. Ну и, конечно же, нам понадобятся краски для Эбру. Они включают в себя натуральный пигмент, воду и желчь. Они очень жидкие по консистенции, и, по сути, это цветная вода. Также приготовим кисти, иглы и салфетки, несколько листов бумаги, кусочек ткани и деревянную заготовку. Теперь переходим к самому интересному – созданию рисунков техники Эбру. Наполняем емкость на 3-4 см раствором воды с загустителем. Теперь крупной кистью набрызгиваем краску на поверхность воды. Это будет фон нашей композиции. А дальше дело техники. Создание рисунка Эбру больше похоже на музыку цвета. После того, как вы нанесли краски на водную поверхность, переходим к самому интересному и творческому этапу. При помощи иглы создаем фигуры и цветы. При помощи иглы или зубочистки вытягиваем капли краски, создавая узоры. Когда рисунок, по вашему мнению, завершен, мы переходим к самой ответственной части процесса – переносу на бумагу. Аккуратно кладем лист на поверхность с краской. И снимаем. Рисунок, получившийся на бумаге, не смазывается и не растекается, благодаря составу красок. Когда он подсохнет, можно покрыть его лаком, либо просто поместить в рамку под стекло. Самое интересное, что в этой же воде мы можем продолжать создавать наши шедевры. Наносим новый рисунок на поверхность, который впоследствии мы перенесем с такой же легкостью на дерево или ткань. Рисунком Эбру можно покрыть совершенно любые поверхности – керамика, пенопласт, ткань, дерево и даже свечи. Сверху узор лучше всего закрепить для прочности лаком на основе акрила. Так цвета станут ярче, а краски надолго сохранятся. Ну что ж, наш мастер-класс подошел к концу. Сегодня мы познакомили вас с удивительной древней техникой росписи по воде. При помощи нее можно создавать удивительные неповторимые предметы и картины. Творческого вам настроения и до встречи на новом мастер-классе. За помощь в проведении съемок мы благодарим творческую мастерскую штучки. Каждая женщина красива. Но чтобы это заметили, окружающей нужно лишь слегка подчеркнуть ее достоинства с помощью качественных косметических средств. Какую косметику выбрать, узнаем прямо сейчас. Ох уж эта красота! Говорят, что она спасет мир. Но иногда приходится спасать ее. Вот, например, что является визитной карточкой любого человека? Ну, конечно же, лицо. Вот оно-то и требует регулярного и, главное, правильного ухода. Любая девушка согласится, что подобрать правильный уход за кожей лица порой очень сложно. Мы часто читаем на упаковке крем для сухой кожи, чувствительной или жирной. Но купив его, бывает так, что он нам совсем не подходит. И после его применения выступает сыпь или раздражение. Чтобы научиться избегать подобных ошибок, мы попросили проконсультировать нас независимого эксперта. Для эффективного использования за уходом за кожей лица нужно подбирать определенный тип крема. Но крем должен именно подходить для вашей кожи, для своего типа и своих особенностей. То есть для жирной одной, для комбинированной другой, для нормальной третий крем и так далее. Обязательно нужно учитывать основу крема и состав крема. Небольшой совет, как правильно ориентироваться в составе того или иного крема. В состав крема для сухой кожи должны входить витамины, увлажнители, натуральные агенты, вещества, вырабатывающие эластин, коллаген и регулирующие природный баланс кожи. Основная функция кремов для жирной кожи – впитывать в себя излишки кожного сала и подсушивать кожу. Хорошо, если в состав такого крема для лица входят травяные экстракты, которые обладают успокаивающим и снимающим воспаление эффектом. Обязательно нужно учитывать основу. Очень многие производители делают одну основу для разных кремов. И уже в эту основу добавляют разные экстракты. Основа нам… Что такое основа, да, мы, например, определим? Основа – это то, что отвечает за впитываемость нанесения крема, как он ложится на нашу кожу, как он впитывается, как не сворачивается. То есть вот все то ощущение, то, что нам нужно каждому человеку. А уже добавок к этой основе, к этой базе, добавляются разные экстракты, применимые для той или иной кожи. Правда, есть производители, которые под каждый крем разрабатывают свою основу. Это уже более индивидуальный подход, и он позволяет учесть такие факторы, как аллергичность, чувствительность кожи и дает наиболее эффективный результат от применения. И помните, что хороший крем – это тот крем, который изготовлен из натуральных ингредиентов, без продуктов нефтепереработки, парабенов и консервантов. Дневной и ночной крем – это, как правило, основа, основной уход за лицом. Но перед этим уходом нужно обязательно очищение тонизированное, то есть подготовить кожу к нанесению крема, чтобы он лучше проникал, лучше впитывался и лучше воздействовали нужные компоненты на кожу. Такие очистители, как скраб, молочко, мусс, гель, тоже желательно подбирать, исходя из типа кожи. Они эффективно снимают все загрязнения и спор, и при этом не стягивают и не сушат кожу. Тонизируем кожу перед нанесением крема тоником и наносим крем. И не забудьте, что ни в коем случае нельзя путать дневной и ночной кремы. У каждого из них своя направленность. Дневной защищает и увлажняет, а ночной восстанавливает и питает. Если линия по уходу за кожей лица у вас подобрана правильно, то вы всегда будете сиять красотой и свежестью. Одна из моих самых любимых производителей косметики – это Green Style и Markel. Они производят большую сетку всяческих косметических средств по уходу за лицом, за телом, за волосами. Очень чистые, экологически чистые продукты, очень хорошо выполненные, очень приятные нанесения. И они работают на тебя, работают на твою кожу. Ну а мы можем посоветовать вам обратиться за помощью в подборе косметики в сеть фирменных магазинов белорусской косметики «Белка». Тут собраны одни из лучших марок натуральных и экологически чистых косметических средств. Все от шампуни, гели и кремов до декоративной косметики и парфюма. Опытные консультанты всегда рады видеть вас и помогут подобрать все необходимое для вашей красоты. Сеть фирменных магазинов белорусской косметики «Белка» ждет вас в своих салонах. На этом у нас все советы в неделю. Встретимся уже в ближайшую субботу на Первом городском. Желаю вам яркого и летнего настроения. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!